привет меня зовут евгений меня виктория мы приветствуем вас на канале вселенная beautiful и сегодня мы отправимся в маленький город на большой карте страны ну что поехали город константиновск расположен на правом берегу реки то добраться туда мы сможем только на автомобиле или автобусе железной дороги там никогда не было и уже наверное не будет советское время летала малая авиация но распада там ссср как и водный транспорт они были ликвидированы знакомьтесь это город константиновск или как называют его местные жители многочисленные студенты стамбул наверное потому что был древнейший византийский город константинополь а сейчас это крупный город в турции константиновск одно из первых поселений казаков на дону здесь точнее тремя верстами ниже по течении реки дом образовался предшественник города константиновска хутор бабий или бабий находился он на острове лучка сохранилось много версий происхождения этого названия сама распространенная хутор бабий возникло оно после того как в одном из набегов татар женщины казачки помогли своим мужчинам в освобождении родного поселка существуют и другие версии так например историк леонид михайлович щетинин считает что оно произошло от древнего названия пеликана птица баба история нашего города официально ведет свою историю с 1835 года когда вышел императорский указ об укрупнении ряда станиц в том числе и двух станиц это станицы бабской станицы ведеринская станица бабская располагалась ниже вот скажем слева на запад вот а справа выше по дону располагалась станица ведерниковская вот но это только был издан указ от момента указа до реального слияния двух станиц прошло еще порядка 30 лет ну считается такой даты что полное слияние произошло в 1865 году то есть процесс очень долгий трудный он описан в истории там ряд по ряду причин это происходило все очень медленно вот но тем не менее это слияние состоялось и значит получилось из двух станиц новая станица под названием константиновская в 1802 году земля донских казаков была поделена на семь округов округа носили название черкасский первый донской второй донской пусть медведицкий хаперский донецкий миусский во главе округов стоял окружной начальник как правило в чине генерала в 1835 году в соответствии с положением об управлении войском донским центром первого донского округа была утверждена станица ведерниковская в 1839 году департамент военных поселений земли войска донского постановил присоединить станицу ведерниковскую к станицу бабской и образовать на ее месте станицу константиновскую назвали станицу в честь великого князя константина николаевича романова ну а почему до сих пор никто ответа не дал то есть не донские историки которые профессионально занимаются этими вопросами не краеведы то есть пока так остается что именем князь а почему что послужило толчком пока на это ответа не но возможно одеемся что это в архивах и в каких-то источниках все-таки мы получим ответ что послужило причина почему им назвали в честь именно этого князя с получением статуса окружной станица стала застраиваться по строгой планировке сама планировка станиц имеет правильную прямоугольную форму то есть такая как бы ну скажем как шахматная доска и прямоугольные кварталы вот одни улицы идут перпекулярно к дону вторая параллельно вот это именно центральная часть исторически сложившаяся она как раз вот занимала более-менее такой ровную площадь в окружении оврагов которые до сих пор еще часть оврагов сохранилась часть засыпаны на них произведены постройки или какие-то расположены там другие места вот и значит согласно этой планировке было выделено два центра для перенесения храма дело то что в каждой станице в станице бабской это покровская церковь а в станице веденковской так называемых михаила ханки ну храм или церковь и для того чтобы при снятии станицы было перенести было выделено две площади два таких центра один центр или один такой скажем пятачок место расположен справа от нас на котором на месте которых сидят дом культуры к сожалению храм был взорван в на те 60-е году этапа последняя такая волна агрессии против вот церкви и против вообще православие это и этот был был взором а второй храм покровская церковь он вот четко прослется перспективы талии он сохранился и где является действующим она тетку вот так сказать улица или даже может какой-то такой бульвар он существовал еще с давних лет и получил название михаила архангельская улица вот или она потом стали и сокращенно называть архангельская улица за моей спиной расположен храм покрова присвятой богородицы принадлежит волгодонской епархии раньше на дону церквей не было их роль выполняли небольшие деревянные часовни срубленные неизвестными мастерами казаки перед походом всегда приходили в часовню чтобы помолиться выполняет царское поручение казаки станицы бабской приступили к строительству церкви и в 1708 году в станице появилась первая церковь а покров стал престольным праздником в 1775 году от пожара церковь сгорела на ее месте построили другую церковь в 1861 году строится новая деревянная церковь но уже в другом месте при объединении станиц бабской и ведерниковской в 1864 году образовывается станица константиновская уже в 1906 году церковь не могла вместить всех своих прихожан и весной 1907 года началось возведение каменной церкви из местных строительных материалов бутового камня пеленого известняка кирпича двух сортов для кладки применялся известковый раствор церковь строили иногородние мастера так как казаки никакими строительными ремеслами не владели для неквалифицированной работы использовался труд заключенных окружной тюрьмы станицы константиновской строительство велось по проекту архитектора петра семёновича студеникина который разработал элементы внешней отделки храма проектировал иконостас и внутреннюю отделку закончено строительство в 1912 году и в июне церковь была освящена в момент проведения коллективизации на дону церковь закрыли и разместили там зернохранилище летом 1942 года церковь использовали под склад боеприпасов в 1962 году мастера из новгорода провели первую реставрацию иконостаса и росписи затем перекрылась кровля а в 1965 году церковь в очередной раз закрыли после этого в ней поместили детскую спортивную школу решением райисполкома в 1980 года здание церкви было поставлено на учет как памятник архитектуры в 1987 году церковь была передана епархии и началось все духовное и материальное возрождение изредка на эту пристань причаливает проездный теплоход а когда-то здесь кипела жизнь курсировали регулярные рейсы но с расходом советского союза такой вид транспорта стал нерентабельным и его ликвидировали сейчас эту пристань облюбовали рыбаки и подростки которые прыгают с раздвига воду вокруг вот всей этой центральной части мы можем до сих пор наблюдать видеть сохранившиеся красивые старинные здания особняки вот которые в общем то до сих пор являются украшением нашего города это магазин купца бугрова он торговал скобяными товарами время постройки здания начало 20 века напротив магазина бугрова расположен магазин купца плотникова здание строилось долго начали строительство в 1908 году а закончили в 1912 здание построено в стиле барокко купец торговал мануфактурой и иконами для торговли держал приказчика который должен был умело предложить ту или иную ткань и упустить покупателя упустишь двух-трех покупателей и можешь увольняться с работы так говорил своим продавцам купец бугров под магазином находились обширные склады по площади они превышали сам магазин а это дом купца абрамова построен в 1902 году купец занимался производством и продажей хлебобулочных изделий сейчас в этом здании располагается районный загс на пересечении улицы архангельской и центральной сейчас это 25 лет октября и ленина располагался магазин купца севикова построены примерно в 1910 году здание из красного кирпича изначально было двухэтажным третий этаж построили после великой отечественной войны во дворе этого магазина шумел первый в станице рынок не зря улица называлась базарной потом в этом здании располагался константиновский сельскохозяйственный техникум сейчас здесь школа спускаясь вниз к реке мы выйдем к особняку купца севикова сейчас здесь располагается детская школа искусств николай иванович севиков жил в этом здании один семьи у него не было купец занимался торговлей сукном он является богатейшим человеком в станице и первым же обладателем автомобиля который в 1906 году привез из парижа здание построено в стиле модерн парадный вход вил на второй этаж первый нежилой в нем располагалась прачечная кухня и комнаты прислуги в конце 19 века нам нужен еще один богатейший человек купец первой гильдии владелец пароходов и хлебных сыпок юпи гифор трофимович парамонов он жил в ростове но оставил свой след из станицы константиновской на берегу реки дон было три причала один из них парамонова причала давно уже нет а вот склады и магазин парамонова подвесную набережная 16 сохранены до сих пор и даже запечатлены в фильме цыган на пересечении улиц архангельской и биржевой сейчас это красноармейская 25 лет октября стоит дом купца рубцова в 1918 году здесь проживал генерал писатель историк петр николаевич краснов здесь же он написал свой роман амазонки пустыни его имя осталось в памяти русской истории а его книги с интересом читаются до сих пор значит угловое здание это дом купца рубцова который сюда приехал в начале века вместе со своим братом из воронежской губернии ну и вообще-то они оказались довольно таки скажем таки людьми смекалистами может быть хозяйственными смогли за короткое время развернуться именно они он построил значит вот сам по себе красивый жилой дом вот здесь кроме того в области войск в округе даже и область находилась несколько его мельниц притом он там с одни ну и самый с определен скажем своим товарища монета скажи занимаясь такой деятельностью и в 1912 году он построил так называемый электробиограф рядом биограф купца рубцова сейчас здесь детско-юношеская спортивная школа а когда-то в этом здании произошло первое знакомство жителей станицы с кинематографом после великой отечественной войны его назвали победа отделка кинозала была очень красивой особым шиком считался просмотр кинофильма с балкона то время понятия кино не было те кинотеатра поэтому поменяли слово биограф или электробиограф есть в семье потом потомки именно этого купца рубцова не живы живут в городе ростов-на-дону в их семье хранятся документы в том числе есть они в архиве ростовской области копии документов которые именно подтверждают полученное разрешение на строительство и экспертизу и запуск мы поднимаемся к пересечению улиц ленина и 25 октября здесь очень крутой подъем и я не не представляю как здесь ходить зимой в гололёд это здание построено в 1913 году здесь располагалось казначейство здание строилось на войсковые деньги и составила 8 тысяч рублей после революции в этом районе стало активно развиваться сельское хозяйство а затем предприятие торговли и социальная сфера после военной коллективизации раскулачивание и расказачивание практически полностью разрушили уклад казаков в 1941 году станица была отнесена категории рабочих поселков с присвоением названия константиновский во время великой отечественной войны важнейшая переправа на дону бабская подвергалась массированным налетом вражеской авиации при фронтовой поселок константиновский был сосредоточением военных госпиталей 18 января 1943 года 24 гвардейская краснознаменная и 315 стрелковая дивизия красной армии вошли в город при освободительных боях за константиновск погибло 3575 солдат и офицеров после войны в рабочем поселке развивалась переработка сельхозпродукции новые возможности для развития города создало строительство волго-донского судоходного канала константиновская пристань стала пристанью больших многопалутных теплоходов в 1967 году Костантиновск получил статус в городе В 1970-е годы развернулось строительство Николаевского гидроузла с плотинами, шлюзами и гидроэлектростанции и эта стройка века должна была сделать город энергетическим и промышленным центром юга России однако последовавший в СССР экономический кризис поставил крест на этих планах сегодня это маленький провинциальный городок здесь много студентов, так как в городе действуют два учебных заведения Константиновский сельскохозяйственный техникум и педагогический колледж Георгиевский сельскохозяйственный кризис Тривст 해�вал Сельскохозяйствен 19.1 гидроа вот и закончилось наше путешествие мы надеемся вам с нами было интересно поэтому оцените наше видео поставив пальцы вверх ну и забудьте оставить комментарий и подписаться на наш канал а мы отправляемся на поиски новых интересных мест всем пока пока а и